И так, ну что ж, ариару, мои любители квадратной шурмы и необычного прохождения, у микрофона как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и я рад приветствовать вас на прохождении такого увлекательной сборщики, как Майнкрафт Марс. Ну и как я люблю это говорить и всегда это говорю, за кадром произошли какие-то гигантские изменения, и очень много чего изменилось, очень много чего перестроилось, и я хочу сейчас все вам рассказать и показать, и вообще все на свете. Для начала, вы можете, наверное, самое глобальное изменение, которое здесь произошло, наблюдать вот здесь вот. Вы все правильно понимаете, я построил еще один здесь купол, который заполнен тоже кислородом, который полностью функционирует. Его предназначение я пока толком себе не представляю, есть какой-то набросок, есть какой-то концепт, и надеюсь, что получится все это реализовать, возможно, даже в этой серии. Но поглядим и увидим. Ну а также самое большое изменение вы можете наблюдать прямо сейчас. Здесь вот, я напомню, то что у нас в прошлых частях был гигантский такой куб с листвой, который очень сильно мозолил глаза, и на самом деле самые красивые кадры за поверхностью купола он портил. Поэтому я его снес. Но кислород как-то надо генерировать, поэтому я сделал вот здесь вот, во-первых, себе такой вот аэрлок фрейм с аэрлок контроллером, то есть такую же дверь, как вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, но только горизонтальную, и перенес весь этот куб с листвой туда. Но прежде чем сюда идти, я хочу сначала заглянуть сюда в комнату, и мы здесь видим полностью доделанное место и полностью структурированное. Таким образом, что у нас здесь стоят оксигеновые селеры. Получается в 4 ряда, и они все успешно запитываются кислородом и успешно снабжают нашу базу всю этим самым кислородом. Забегая наперед, я скажу, что это даже с излишком. По объему наша база не заполняет и трех полос, и на будущее, если вдруг мы захотим расширяться, то пускай они будут, и у нас здесь есть заделы на будущие проекты, то есть я могу здесь еще две линии разместить. Кислород сюда поступает через вот такие вот дыры в стенах, и генерируется у нас он как раз-таки в том помещении, которое находится под куполом. А электроэнергия поступает через единственный разъем в стенах, который я придумал, это вот такие вот кубы из мода механизм. Таким образом, здесь есть и кислород, и электричество. То, в принципе, нам и нужно было. По такому же принципу я сделал себе небольшой такой автоматический заполняатель всех баночек с кислородом. Поступает сюда энергия, поступает сюда кислород. Я сюда просто закидываю резервуары, и если он может эти резервуары заполнить, то он заполняет и кидает обратно. В принципе, с помощью одного кондуита это все у нас успешно получилось, и все это успешно у нас работает. И самое время теперь нам узнать, что же там находится под этим люком. Открывается он не самым сложным образом, и тадам! Выкупано здесь гигантское помещение. Копается этот камень очень медленно, но мы справились и успешно все это выкупали. Здесь по такому же принципу, что и там раньше были, стоят сборщики этого самого кислорода, которые собирают его из листвы. По факту у нас есть вот здесь вот только функциональный куб 4х9х9 в глубину, и из него каждый примерно коллектор собирает 630 кислорода в секунду. Остальная листва здесь чисто декоративная. Я в будущем, если у меня появится желание, эту листву наращу, и с этим проблем вообще никаких не будет. И если вдруг у нас будут проблемы с кислородом, я просто вот это вот селлер туда увеличу, туда увеличу, и в любом случае этого кислорода у нас просто забались. Электричество сюда поступает по проводам, и тянется все это электричество аж вон оттуда, от самого нашего производственного корпуса. Когда я говорил, что у нас немножко кислорода слишком, я не преувеличивал, ведь даже с открытой этой дверью наша база способна снабжать все это пространство кислородом. Шлюз мы закрываем, и по основным изменениям это в принципе все. Также в процессе постройки вот этого пандурины мне потребовалось очень большое количество камня. Для этого я организовал такую небольшую систему повережарки булыжника, которая здесь же у нас и вырабатывается. Просто небольшая система, благодаря которой все переработанные ресурсы поступают на же грид. По такому же принципу у нас здесь есть вот эти вот кабеля, протянутые прямо от этого сундука. Пока они протянуты очень безобразным образом, я это хочу заменить, но как скоро это будет, это еще очень большой вопрос. А теперь же я хочу заняться тем, чем мы заняться должны были еще в прошлой серии, а именно постройкой ракеты. Вот та самая ракета, которую нам предстоит построить. Здесь нужно очень много различных материалов. Для начала нам нужно Heavy Duty Plate, что для начала нам нужны вот эти вот пластины третьего тира. Вот эти пластины крафтятся из дэша, плюс второй тир, а второй тир получается из метеоритного железа, плюс первый тир. А первый тир это не что иное, как бронза, алюминий и сталь. И все это должно быть скомпрессовано, благодаря вот этим вот электрическим компрессорам. Метеориты, как я и говорил, за кадром я подобывал, их здесь было гораздо больше, сейчас их вообще практически нет. И по итогу у меня здесь имеется аж практически три сотни вот этих вот компрессованных уже метеоритного железа. Предлагаю сделать по три стака пластины, я думаю, пока что это хватит. За кадром я, конечно же, готовился и уже делал большое количество компрессованных пластин из различных материалов. Компрессоры пошли у нас работать. Также я забыл вам сказать то, что здесь я начал выращивать вот эти вот дэш-сиды. С металлом, который встречается у нас только на Марсе, он здесь выращивается и помещается в нашу систему. Я же со своей стороны напомню то, что первый дэш я получил еще в прошлой серии, когда бегал за боссами. И таким образом у меня получилось надыбать, ну, немножко, конечно, дэша, но, тем не менее, уже хотя бы что-то. Это в любом случае лучше, чем добывать его руками. Пускай у нас здесь потихоньку доделывается, перерабатывается и уже хорошо. Спустя какое-то время у нас получается найти себе четыре стака первого тира. И я несложными манипуляциями перерабатываю первый тир плюс метеоритное железо во второй. И когда же мы получили второй тир, с помощью дэш-пластин мы его апаем до третьего и получаем тот самый тир, который нам необходим для крафта ракеты. Первым делом я себе крафчу не ракету, а вот этот вот чембер. Этот чембер, на самом деле, очень классная вещь. Мы ее здесь размещаем. Мы видим то, что за окном ночь и ложимся спать. Это та самая кровать, которой мне так очень сильно не хватало все это время, проведенное здесь. И теперь мы официально можем пропускать ночи и не париться о том, что какое-то темное время суток и как-то некрасиво смотрится за окном. И таким образом мы сейчас докрафчиваем, получается, все основные части нашей ракеты. И у нас все готово, кроме последней и самой важной части бустера, который получается только из заполненного танка с топливом. Как вы понимаете, до этого момента, сколько я исследовал Марс, сколько я бегал по его просторам, я эту нюх здесь не находил. Я не уверен, есть ли здесь вот какие-то нефтяные озера, но я буду считать, что их здесь нет. А значит, нам нужно будет пытаться добыть нефть каким-нибудь другим способом. Я решаю идти по сложному пути, самому интересному, на мой взгляд. Я решаю здесь создать себе целую буровую установку. Все это благодаря моду Immersive Engineering. Он добавляет для начала такой вот бур. И мы с помощью этого бура сможем узнать, пробурив почву, есть ли в этой почве нефть или нет. Так, давайте его здесь размещаем, и его нужно как-то запитать. Обычный куб, я думаю, ему подойдет, без разницы с какой стороны. Главное, что этот бур у нас запитывается. Правая кнопка мыши, небольшая анимация бурения. Вот такой вот получается нам дается инструментик, который мы можем здесь разместить. И смотрим. Планета Марс, в нем находится лава. И все. Если бы мы поставили жидкостную добывалку именно в этом чанке, то мы получили бы здесь лаву, здесь емку, иди отсюда. То мы добывали бы здесь с вами лаву. Но нам нужна нефть, и поэтому мы идем в другой чанк, и в другом чанке ищем. Допустим, давайте посмотрим в этом чанке, может быть здесь что-нибудь есть. Ну а в этом чанке у нас ничего. Ладно. Очень удобно, когда берешь этот бур в руку. Он очерчивает тебе границы чанков. Но я продолжаю искать и расследовать чанки на наличии тех самых материалов и ресурсов. Я надеюсь, что мне рано или поздно повезет. И наконец-то я нашел. Судя по черным вкраплениям, здесь есть то, что мы ищем. 13 миллионов милибакетов пойла, то есть нефти. Мы здесь нефть нашли, и теперь дело за малым. Для начала мне нужно разровнять тут небольшую территорию и подготовить ее к будущей постройке. Потому что строить мы сейчас будем нефтедобывающую установку, или многоблочную структуру, с помощью которой мы и будем добывать здесь нефть. Примерно таким образом я разровнял чанк, в котором встречается наша нефть, и наша буровая установка будет расположена примерно где-то здесь. Построена она будет с помощью мануала инженера. То самое помпа. Здесь очень прикольная анимация. Ее можно эффективно посмотреть по слоям, но есть более эффективный способ. Я скрафтил себе здесь небольшой проектор. Крафтится он до ужаса легко, все эти инструменты у нас есть. И мы сможем сделать с вами, получается, вот эту проекцию той самой открытой страницы на проектор, и получить проектор с этой самой проекцией. Все, правая кнопка мыши я нажал, и у нас получилась вот такая вот структура, которую мы должны заполнять. За кадром я уже приготовил все ресурсы... Куда? Я испугался, куда делся проекта. Оказывается, проектор должен находиться в хот-баре. Ну ладно. За кадром я подготовил уже все ресурсы, которые необходимы для постройки, поэтому просто берем и строим. Очень прикольно. Когда мы берем вот необходимый инструмент в руку, он нам подсвечивает именно те блоки, куда мы должны поставить. Это очень легко делается. А как только мы поставили последний блок, вся эта структура успешно завершается, и подсвечивается вот таким вот зелененьким цветом. Теперь, по идее, я должен взять где-нибудь молоточек инженера, и правой кнопкой мыши куда-нибудь я должен тыкнуть. Я не понял, куда, но я тыкнул. Вот она, та самая мультиблочная структура, которая у нас получилась благодаря постройке этого самого мода. Вот сюда вот я должен подвести энергию. Давайте пока вот так вот сделаем. Сейчас с помощью базового энергетического куба. Потом, наверное, как-нибудь протянем провода, или сделаем так же, как там делали с этими релеями. Пока не сильно над этим заморачиваемся. Заморочиться я хочу сейчас лишь над способом хранения этой самой нефти. Вот он, по идее, резервуар, в котором мы могли бы хранить нефть. Но у меня есть более простой вариант, который может вмещать больше. Вот этот вариант, Iron Drum, который может вмещать в себя вместо 512, аж 216 тысяч ведер. То есть, без проблем у нас получится выкопать, наверное, все вот это пространство. Потом, если захочется, я сделаю здесь себе башню для нефти. Но, я думаю, это излишество. Сейчас это должно добываться, как только мы сюда подадим электроэнергию. Пока что я буду подавать это вот таким вот кубиком. Конечно, его хватит очень мало, но, надеюсь, хотя бы пару ведер у нас доберется. Нефть у нас пошла. Это обычная нефть из обычных модификаций. Пока что, как план Б, я поставлю здесь вот этот вот продвинутый солнечный генератор. Я его крафтил за кадром, чтобы протестить, будет ли он эффективнее, чем вот эти вот лагающие наши ветряные генераторы. Солнце у нас на Марсе очень неэффективно, поэтому производство энергии в пике здесь составляет всего каких-то 50 кг РФЗТИК, в то время как ветряной генератор постоянно производит 80 кг РФЗТИК и не зависит от небесного светила. Значит, вот это безобразие нам абсолютно бесполезно. Зато мы можем добывать хотя бы в таком вот медленном режиме. Очень неэкологично, конечно, но ладно. Так, что мне нужно сделать дальше? Дальше мне нужно делать вот эти вот пустые канистры. Ну, я думаю, такого количества пока что хватит. И виновник всего торжества, это вот этот переработчик, который будет нам перерабатывать обычную нефть в топливо для нашей ракеты. Его мы с вами здесь сделали. Так, его нужно где-нибудь разместить. К сожалению, запитывается он сверху, поэтому пришлось его немножечко здесь утопить. Ну, да и ладно. Всю нефть, которая у нас здесь добылась, я забираю. Ну, большую часть. Тут еще 8 вёдзи у нас остается. И получается, я вот эту вот канистру с топливом закидываю сюда. И пережарка пошла? Да. Очень в медленном формате, ну и ладно. У нас успешно, таким образом, появляется первое ведро с топливом для ракеты. Чтобы просто так не ждать и просто так не тратить время, я, пожалуй, сейчас еще немножко себя подготовлю ко всяким интересным интересностям. В любом случае, мне нужно сейчас скрафтить вот эти вот лаунчпады из компрессованного железа и железных блоков, из которых ракета просто не полетит у нас. 9 штук у нас есть успешно. А также мне необходимо скрафтить фуэллоудер. Тот самый топливный загрузчик, который у нас будет заполнять поставленную ракету этим самым топливом. Пока я все это крафтил, у нас здесь заполнилась еще одна канистра с топливом. И таким образом я крафчу себе Тиар-1 бустер. И это получается заключительный инструмент, который нам нужен в подстройке ракеты. Вот она, та самая ракета. Загружаю сюда сундучки и убираю ее себе. И вот она. Ха-ха-ха-ха. Вот она, та самая ракета моей мечты. С помощью которой мы сможем улететь без проблем, куда бы только не захотели. Размещать эту ракету нужно подальше от всего происходящего. Я хотел бы сейчас просто взять одну канистру с топливом для проверки. Нужно кому-нибудь стартовую площадку было организовать. Я думаю, организую, но уже за кадром. У нас здесь 9 на 9 платформа размещается. Загрузчик топлива я вот сюда вот... И ставлю сюда ракету. Вот она у нас ракета, красавица. Мы можем сюда сесть, но полететь не можем, потому что нету топлива. Но топливо у нас здесь вот будет загружаться, как только я сюда подведу энергию. Эту самую энергию я могу сюда подвести абсолютно любым образом. Даже обычными ветряками на самом деле. И вообще не будем париться. В любом случае, как я и говорил, за кадром и за серией я это все сделаю, организую. И это все будет лучшим образом. Я надеюсь, что мне будет не лень это сделать. Все это будет более красиво и эстетично. И мы сможем отсюда в нормальных условиях улететь. Но улетать там еще рано. Нам нужно еще сделать все подготовительные элементы, для того, чтобы улететь можно было бы с комфортом. И я хотел бы сделать последние, наверное, самые необходимые инструменты для улета отсюда. Это телепортер и рамка для телепорта. Крафт у них достаточно простой. У нас все уже давно приготовлено и все давно уже легко сделано для крафта. Примерно такого количества, я думаю, у меня хватит. Телепортовых рамок и не рамок. Теперь мне нужно придумать способ генерации электричества для этой самой конструкции. Но мы не будем изобретать велосипед и будем генерировать все необходимое, что нам нужно с помощью ветряных генераторов. Очень простой, но зато очень действенный способ. Заодно у нас сейчас будет прекрасная возможность проверить, как эти телепорты из моды механизм будут работать здесь. Портал у нас строится очень легко. Мы сюда ставим телепортер. И вокруг просто обычную рамку. Глы, по-моему, здесь, в отличие от портала ВАД, обязательны. Поэтому вот такая вот конструкция, поэтому она вот здесь вот так вот стоит. Сейчас мы все это безобразие должны запитать. Вот так вот выглядит концепт нашей законченной конструкции. Зайдя в нее, мы увидим здесь, во-первых, электроэнергию, которая сюда поступает. И очень много различных настроек. Но в любом случае, воспользоваться этими всеми настройками мы с вами сможем, как только поставим здесь второй телепорт. Второй телепорт здесь поставлен. Ставлю я их здесь чисто для эксперимента и проверить вообще, будет ли у меня работать, работает ли она на этой сборке. Сет. Это получается, мы должны установить имя для этого телепорта. Допустим, дом. Галочка. Ком-загазник. Замечательно. Теперь здесь. Мы не должны давать название этому телепорту. Мы должны только поставить сюда и поставить сет. Все. Рэди. Значит, эти два портала связаны. Мы видим здесь вот такое вот течение, значащее, что здесь есть портал. Здесь есть генератор. Проходим в два метра. Генератора нет. Магия. Заходим в телепорт. И очищаемся здесь. А в обратную сторону. Все работает замечательно. Теперь успешно мы можем этот телепортер сносить отсюда. Как только у нас все заработало. То есть, примерно на следующую серию у нас план такой. Мы берем ракету. И летим на землю. Вон она у нас маленькая и прекрасная. Получается, мы прилетаем на землю. Ставим там портал. И присоединяем его к вот этому порталу. И таким образом у нас будет безлимитная возможность путешествия между измерениями. Надеюсь, это у нас работает успешно. И у нас все это без проблем будет работать. И функционировать. Но на такой прекрасной ноте, я думаю, что мы с вами будем потихонечку заканчивать эту серию. По нашим планам. Следующая серия должна быть безумно интересней. И я надеюсь, что у нас получится все эти планы реализовать. Ну, и тогда на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покойный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok